Вопросы автобусных маршрутов, уличного освещения, бродячих собак, а также строительство дорог поднимало население жилого массива Жарок 1 и 2, а также 41-го разъезда Акимом района Алматы, города Ак-Тубе. На волнующие вопросы ответили и руководители профильных управлений. Подробнее расскажет Динар Абдуалиева. Большинство вопросов, поставленных на встречу Акима района с населением, касались инфраструктуры. Особенно жителей беспокоит строительство дорог. На этот вопрос ответил заместитель руководителя профильного управления. Да, работы намечены и с некоторыми моментами связаны с проведенными инженерными сетями. Однако есть план, который поделен до магазина О-Маркет. Его уже сделали. Теперь второй участок до заправки Гелиостом. Уже начались работы по настилу черного щебня. В целом этот участок составляет 2,5 километра. Его мы планируем завершить до конца сентября. Кроме того, работы по прокладке пешехода и ночному освещению обещают завершить до конца года. Однако жители недовольны обслуживанием общественного транспорта. Я живу со стороны моря, где водокачка. Чтобы сесть в автобус, необходимо идти до главной трассы, так как вовнутрь поселка никакой автобус не заезжает. Не у всех у нас есть машины, едем на автобусах, а мы пожилые люди, ходить пешком тяжело. Да даже молодежи тяжело. Они едут на работу, везут детей в различные кружки. Наша просьба, пусть автобусы заезжают в поселок, сделайте маршрут по внутренним дорогам и там же остановки. Представитель перевозчика отметил, что если ремонт дороги будет полностью завершен, этот вопрос рассмотрит. Есть возможность сократить время в расписании движения автобусов. Однако главной проблемой на сегодня является нехватка водителей на маршруты. Далее на совещании обсуждались вопросы бродячих собак и мусора. Также отмечается дефицит детских площадок и мест отдыха. При этом Аким района отметил, что данная работа ведется по программе бюджет народного участия. В планах построить комплексный сквер-парк, куда будут входить футбольная детская площадка. Проект хороший, мы будем продолжать над ним работать. Даже мы приняли решение, что с помощью программы бюджет народного участия мы до 2025 года завершим строительство площадок для отдыха. После совещания руководители ответственных органов приняли жителей по личным вопросам. А предложения, которые были озвучены на встрече, не останутся без внимания, уверяют специалисты.